Друзья, всем привет из Китая! Сейчас я нахожусь в городе Гуанчжу, рядом с рынком ювелирных украшений, подарков, сувениров и всего ей жизни. Давайте сейчас прогуляемся по этому знаменитому рынку, посмотрим вообще, что здесь продают, по какой стоимости, что есть в ассортименте. В общем, давайте начнем нашу экскурсию. Ну что ж, сам рынок называется One Link Plaza, это главный вход. Что здесь вообще продают? Продают здесь абсолютно все, вот даже здесь есть кепки, шляпы, которые вообще сейчас не по сезону, потому что зима уже, но есть абсолютно все. Конечно же, рынок специализируется все-таки на бижутерии, на аксессуарах различных, на детских игрушках и всем иже с ним. Вообще же, сам торговый центр даже нельзя назвать рынком, выглядит классно, современно. Сейчас я попал на этаж с различными товарами для дома, декорациями и прочим. Также здесь, как видно, есть какие-то закосы под антиквариат, хотя очень фейковый, современный. Ну, в общем, есть что выбрать и можно погулять. Также, как мы видим, здесь цен нет нигде, цены не указаны. Нужно заходить в магазин, спрашивать. Это означает, что будут смотреть по вашему внешнему виду, что будут спрашивать, сколько чего вы хотите закупить. И только после этого огласят вам полную стоимость. Здесь, судя по всему, распродажа продукции. Давайте посмотрим. Вот такие вот вазочки по 190-120 юаней. Я считаю, дороговато. Есть вот более бюджетный сегмент уже по 50 юаней. В принципе, этого еще куда не шло. Но выглядит все, как по мне, как на мой вкус, не очень. Хотя, опять-таки, найдутся любители, кому это понравится. Посмотрите, выглядит все, как настоящее. И с виду даже ты не скажешь, что это искусственные цветы. Только когда подойдешь поближе уже, когда начнешь все это рассматривать. Действительно, выглядит классно. И изначально, когда я шел сюда, мне сказали, что этот рынок... Здесь представлена продукция низкого ценового сегмента и соответствующего качества. Но сейчас, немножко погуляв по рынку, мне так не кажется, потому что действительно продукция выглядит классно. Обратите внимание на этот магазинчик. Не очень понятно вот это искусство. Но это явно современность. Это явно не очень бюджетно. И выглядит, в принципе, прикольно. На большого любителя, но выглядит классно. Посмотрите, здесь такой прикольный магазинчик, где все выполнено под винтаж. Винтажные вывески, книги, коробочки. Выглядит очень прикольно, очень круто. Я знаю, что такие товары пользуются спросом. Конечно же, такой чемодан вы не будете брать с собой в самолет. Но в качестве декорации самое то. Посмотрите вот на эти милые чемоданчики, сделанные под старину. Действительно, очень классно. И, судя по всему, ребята стараются, чтобы это выполнить. И сама компоновка в магазине. Все расставлено по местам. К сожалению, прогуляться не очень удается, потому что все близко друг к другу. А мне еще сумка, фотоаппарат. Боюсь что-то задеть. Но магазинчик выглядит просто суперски. Также здесь продают свет. И свет это непростой. Обратите внимание на эти лампы. Выглядят действительно не стильно. Очень стильно. И весь магазинчик пестрит различным... Различного рода светом, люстрами, лампами. И сам интерьер даже обустроен очень классно, очень уютно и комфортно. Кстати, здесь в этом магазинчике я вижу цены. Указана стоимость некоторой продукции. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, что здесь почем стоит. Вот, например, такой вот столик, на котором вся эта красотища расставлена. Стоит 798 юаней. Пуфик, на котором стоят эти прекрасные цветочки, 300. Такой вот диванчик 2380. Такой столик 795, стульчик 580. То есть, есть цены и значит, что это магазин. Здесь действительно вам дадут адекватную стоимость. Что намного приятнее большинства рынков. Где ты не знаешь, что, почем, нужно узнавать, торговаться. Хотя здесь также торговаться вполне можно, потому что это все же рынок. Этот магазинчик называется Aromantik. Здесь находятся вот такие статуэтки различного плана, различных размеров. Судя по всему, выглядят они не очень бюджетно. И качество классное. Видно, что продуманы даже детали. И здесь вот все выполнено четко, ровно. Ни в крип, ни в койсь. Это действительно круто. На этом рынке интересный такой момент, что вот рядом с таким довольно-таки ширпотребом находятся павильоны, где представлена уже продукция другого класса, другого стиля. Вот такого плана. И действительно выглядит все очень-очень красиво. И здесь просто можно погулять по этому рынку, насладиться видами, посмотреть какие-то новые идеи, новый дизайн. Потому что это не просто зеркала. Это зеркала с датчиком температуры, с музыкой и прочим. То есть новые технологии в классическом жанре здесь также представлены. И это выглядит просто потрясающе. Один магазин краше другого. И посмотрите, вот даже если присмотреться, как выглядят все эти изделия, здесь видно, что это все-таки качество. Это неголимый какой-то пластик. Это изделия, которые сделаны довольно-таки классно. Также на этом рынке продают чай, аксессуары. Все для чайных церемоний. Посмотрите, здесь выбор буквально огромный. Все это представлено в красивых упаковках. Вот цена даже есть сходу за такой маленький наборчик. Всего 100 юаней. В принципе, стоимость оправданная. И, конечно же, воображение. Здесь потрясают вот такие вот наборы. Посмотрите на их количество. Они имеют множество аксессуаров для проведения настоящей чайной церемонии. Стоимость некоторых таких экземпляров может находить до нескольких тысяч юаней. И даже до тысячи долларов вполне возможно в зависимости от того, из какого дерева, из какой глины сделаны все эти столики, чашечки и что идет в комплекте. Также здесь огромный выбор китайских палочек из дерева, из глины, из различных материалов. Представлено это все в подарочных наборах, в обычных наборах. Это выглядит все потрясающе, очень красиво. Видно, что качество также классное. Стоимость нужно узнавать везде отдельно. В зависимости от того, сколько вы будете приобретать, в каком количестве. И будет ли упаковка идти в комплекте, либо же вы будете упаковку делать сами. Это сейфы. Скорее всего, такие сейфы, такие замочки несут более эстетический вид, нежели какой-то функционал, чтобы защитить от реального взлома, от реального вскрытия. Потому что это выглядит очень классно, очень красиво. Но, скорее всего, по функционалу будет оставлять желать лучшего. Здесь продаются различные аксессуары, коробочки для хранения очков, часов, ремней, браслетов и всего-всего-всего. Выглядит это очень дорого, очень симпатично, очень классно. Цену, конечно же, нужно узнавать. И покупать здесь по единице продукции будет крайне невыгодно. В аналогичных магазинчиках делают заказы и для коробок фирменных часов. И посмотрите на качество исполнения. Они выглядят, правда, очень-очень хорошо, очень стильно. На эту коробочку для часов стоит она всего 350 юаней. И поверьте, она того стоит. Здесь есть небольшой замочек, чтобы ваши часы были всегда под защитой. Сделано все под красное дерево. Внутри также есть образец с часами. Выглядит, правда, ребят, очень прикольно, очень дорого, очень классно. Очень большой выбор термоса в кружек и всего для питья воды, потому что все китайцы всегда ходят со своей термоса с кружкой. И здесь выбор действительно колоссальный. Можно выбрать термосы на любой вкус, на любой кошелек, любого форм-фактора. Это классно. Ну что ж, друзья, вот такой вот рынок игрушек, аксессуаров, бижутерии находится в городе Гуанчжоу. Рынок действительно классный. Здесь очень много товаров разных категорий, на разный кошелек, разного ассортимента. Море просто, есть и чего выбрать. Этот рынок я крайне рекомендую. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в Азии. Всем пока!